Место Писания или тема, о чем хочу вместе с вами порассуждать, то что меня очень беспокоит, тема это опасность последнего времени обольщения. Я прочитаю два места Священного Писания и потом мы будем рассуждать. Евангелие от Матфея, 24 глава, 4 и 5 стихи. «Какой признак твоего пришествия, кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Второе место – это книга Откровения, 19 глава, 20 стих. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которых он обольстил, принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые, брошенные в озеро огненное, горящие серы». Значение слова «прельстить» или «обольстить» – это подчинить своему обаянию, пленить, очаровать, обмануть, увлечь, заманить, покорить, ввести в заблуждение. С чем связано? Почему вдруг кому-то хочется кого-то прельстить, обмануть, обхитрить? И, начиная с Эдемского сада, началась борьба, борьба за души человека, за человека. И если Бог, Он очень хотел, чтобы Ему покорялись, Ему служили, этим самым, чтобы человеку было хорошо, так Господь хотел, то дьявол, Он тоже, Он хочет, чтобы Ему покорялись, Его волю исполняли, чтобы разделили с Ним участь вечную, там, где Он будет и человек. И если Бог утверждает Своё Царство правдой и истиной, говоря истину человеку, она бывает, эта истина очень ранит, она нам не всегда приятна, но эта истина, это правда, она и лечит в то же время, то дьявол, он совершенно иначе работает. Он обольщает, обманывает, он предлагает что-то приятное, вожделенное, но в то же время он не говорит о последствиях, о будущности. Он предлагает широкий путь со всеми удобствами, без всяких ограничений, и в то же время он никогда не скажет, что заканчивается путь озера Огнено. Господь же, Он всегда наоборот действует, Он говорит всегда правду, и Он говорит, что тесны врата, и будет узок путь, что на этом пути много будет трудностей, где надо отвергнуть себя, взять крест и следовать за Ним, но конец будет хороший. И каждому человеку дано право сделать выбор. Ещё что очень важно в этом стихе, братья и сёстры, я бы сказал, что когда Господа спросили, какой признак твоего пришествия, Господь говорит, первый признак, что будет работать обольщение, система обольщения. И здесь сказано, что многих прелестят. Когда думаешь, а кого будет, кто эти многие? Ну, по всей видимости, это же не те пьяницы, которые там на улице, их прельщать не надо, они и так дьяволу покоряются, да? Это значит, те, которые называют себя верующими, ходят на собрания, может, поют и говорят, а может, ещё и проповедуют, да? Но в то же время они поддались на это обольщение и, в общем-то, сказали, да нет, это мелочь, да не стоит обращать на это внимание, а в конечном счёте они были обольщены. Священное Писание не скрывает о том, что в конце истории появится антихрист, который тоже будет утверждать свою власть. Вот книга Откровения об этом говорит. И как будет прельщать антихрист или дьявол? Он никогда не скажет, что я антихрист. Он никогда не скажет, что я посланник дьявола. Он будет очень красивым, талантливым, способным, одарённым, будет фотографироваться с детками, вот, будет решать многие проблемы экономические, политические и многие другие, и предлагать благо. Единственное, что нужно будет принять его, как Священное Писание говорит, начертание, сейчас, может, мы другими словами говорим, это кот, ещё что-нибудь на лицо, на правую руку и на чело. Но главная суть – это поклонение или послушание, послушание принятия его власти. И вот эта борьба теперь за души человеческой, она идёт, можно так сказать, она сейчас приходит в эту заключительную стадию. Тогда, когда за церковь, за спасение, я бы так представляю, что эта борьба, она развернулась больше сейчас за церковь, чтобы Господь прилагает все старания, вот, проводятся библейские курсы, у нас сейчас такой избыток литературы, проповедей, дисков и многое другое, для того, чтобы спасённые сохранили упование, доверие Господу. И дьяволу в то же время ему дано право обольщать с ним и верной силой. Интересно, что одно из средств обольщения – это постепенное привыкание. Одно из трудностей, когда сохранить верность, это когда идёт постепенное привыкание к чему-то тому. Ты понимаешь, что это закончится плохо, но когда это постепенно происходит, очень трудно бывает устоять. Говорят о том, что если лягушку бросить в горячую воду, она оттуда выпрыгнет, но если её в холодную воду бросить и подогревать медленно, то она сварится, она очень привыкает к этому. Вы помните момент Самсона, тогда, когда Далида спрашивала, «А какой секрет твоей силы?» И он начинал такую лукавую и хитрую игру. И такое впечатление, он не говорил в начале правды, но, по крайней мере, к роковой черте он спускался постепенно. А потом пришёл решающий момент, критический момент, когда уже сказать или открыть то, что он не имел права сделать, оно стало очень несложно. Это очень просто стало. И он это сделал. И интересно, я так представляю, каждый раз, когда он делал свои неправильные шаги, он думал, ведь Господь же не оставил меня. Ничего страшного. Всё как и раньше. И даже тогда, когда он открыл эту тайну, он говорит, пойду, как и прежде, а не знал, что Господь оставил его. И вот этот момент, я так представляю, братья и сёстры, что сегодня, он тоже моменты привыкания. Сегодня кто-то спрашивает, мне понравилось выражение одного служителя, спрашивает, то, что сегодня, это уже на черта, это уже 666, брат говорит, но если не 666, это 665. То есть, это уже генеральная репетиция того, что уже будет. Я так представляю, если бы раньше, например, к тебе бы подошли и в лоб, или же в правую руку, приблизились к каким-то аппаратам, мы бы шарахнулись в сторону. А теперь это заботливые люди, которые проверяют твою температуру. Всё нормально, идём дальше, всё в порядке. И вот эта постепенность привыкания, как помните, у детей есть такая книга про орла, как один охотник ловил орла. Вначале он подкидывал рыбу, а потом вдруг сетка появилась, и этот орёл постепенно смотрел, ничего не видел, никакой опасности до самого критического момента. Какие последствия тех, кто будет обольщён, тех, кому, если дьявол, тем, кто не захочет на его условия, сказано, не будет иметь возможности ни покупать, ни продавать. Это с одной стороны, да? А с другой стороны, те, которые скажут, да ничего здесь опасного, всё нормально, всё можно и так и дальше жить как-нибудь, лишь бы мы Богу будем служить, поклоняться, читать Библию и молиться. Вот. Какие опасности тем, кто примут начертания, тем, кто поклоняется зверю? Я хотел бы прочитать некоторые места Священного Писания из книги Откровения. Это места, которые очень серьёзные, братья и сёстры. 14 глава, 10 и 11 стих. «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовенное в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере перед святыми ангелами и перед ангцем. И дым мучений будет восходить во веки веков, не будет иметь покоя ни днём, ни ночью, поклоняющийся зверю и образу его, принимающий начертание имени его». Вот так вот Слово Божие очень серьёзно говорит о дым мучений, да? «Не будет иметь покоя ни днём, ни ночью». Кажется, неужели из-за этой мелочи какое-то начертание, код какое-то, принятие, ещё что-нибудь, да? Вот как очень серьёзно Слово Божие говорит, 16 глава, 2 стих сказано, «Пошёл первый ангел и вылил чашу свою на землю и сделал жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющие начертание зверя и поклоняющиеся образу его». Вот так вот очень серьёзный Господь говорит, что закончится история. Как закончится история? С одной стороны, для тех, кто не сохранит верность, и с другой стороны, для тех, кто сохранит верность Господу, упование, доверие Господу, тоже в книге Откровения, в 20 главе сказано так, «И увидел я престол, и сидящих на них, которые дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю и образу его, и не приняли начертания, начало свою на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Вот так вот будет разделение. Такое разделение, которое сам человек определяет для себя будущность свою. Вот такое разделение и Господь тоже. Господь будет учитывать выбор человека, который человек делает, с многими последующими последствиями. Что делать верно? Вот это более важный вопрос, братья и сестры. Не в том, чтобы разбираться во всех тонкостях и деталях или опасностях даже сегодняшнего времени, а независимо от того, завтра придет Господь, сегодня же, или может через неделю, через месяц ли. А вопрос, в каком состоянии нам нужно быть в состоянии ожидающих? Первое, что хочется сказать, это вот в книге Откровения, 14 главе, в 12 стихе сказано, «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Здесь терпение и вера святых. Братья и сестры, когда нужны терпения? Ну вот, например, тогда, когда вы нас очень хорошо кормили, никто из нас не говорил, «Ой, мы на кухню идем, надо столько терпения». Это одно удовольствие нам было, да? Терпение надо тогда, когда есть какие-то критические обстоятельства. Их надо перенести, их надо преодолеть. И эти критические обстоятельства, Господь не говорит нам, что их не будет. Господь говорит, что они будут. Помните тогда, когда Господь говорит, вот один строит дом. Нагорная проповедь заканчивается с иллюстрацией о постройке дома. Один строит дом, и второй строит. Только один построил на твердом основании, на фундаменте, а второй построил так себе. Ну, и для одного, и для другого пришло испытание. И эти испытания, они приходят, и они придут для каждого из нас. Что для нас, вот как святворение сестра рассказывала, кто до нас Христос? Готовы ли мы ради Него отказаться? В свое время наши отцы, ну, мы не сомневались, что они ради Господа, они готовы были отказаться от имущества, свободы, от всей жизни, да? Сегодня я иногда думаю, вот, когда дети уже выходят из дома, определяют свои семьи, какое я наследство оставил детям, действительно ли так они понимают в отношении меня? Вот, и это очень важный вопрос, когда-то Господь испытает каждого из нас, сейчас может испытывать, и это очень важно, вот брат рассказывал о брате, который рассказал свидетельство свое, он начал свидетельство от того, что мама у него умерла, кажется, десятый ребенок, когда рождался, и мама умерла. А я так думаю, интересно, мама не дожила, а сынок сейчас уже кандидат на пресс-видетельское служение, да? За это надо было заплатить. Святой жизнью мамы, святой жизнью отца, вот, и дети выросли, да, мамы живых нет, но та вера, она живая, и для этого надо терпение, и сказано и вера. Терпение, она без веры быть не может, терпение и вера святых, мне кажется, это что-то одно такое цельное, тогда, когда я доверяю Господу во всех обстоятельствах жизни, тогда, когда, может, другие поступают не так, другие как-то иначе могут поступать, все объяснять, а я поступаю, потому что так хочет Господь, поступаю верно Господу в мелочах жизни. Из этого складывается терпение и вера святых. То есть, доверять с терпением, это, в послании Иакова сказано, пример возьмите Иова, да, который вот так, уповая, доверяя Господу, показал пример, вот это терпение и веры. Что еще нам необходимо в книге Откровения 12 главы, 12 главе, в 11 стихе сказаны такие слова, «Они победили его кровью Анца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей Дашей до смерти». Братья и сестры, наша победа, это не в наших способностях, не в наших талантах, не в наших умениях что-то говорить или доказать, а наша победа, это в крови Иисуса Христа. Потом наша победа еще заключается в слове свидетельства. Здесь это очень важно, братья и сестры, вот когда мы собираемся вместе, ну вот, например, я часто, вот думаю, у нас традиция раз в неделю по субботам собираться с детьми, с внуками вместе, и каждый раз тогда, когда за столом не звучит Слово Божие, откровенно сказать, я чувствую осуждение. Думаю, отец мой обязательно бы сказал что-то, наставление какое-то, обязательно передал. Мы поговорили обо всем, иногда дети говорят, папа, хватит, дай нам пообщаться, да, вот, а здесь очень важно, чтобы слово свидетельства звучало, чтобы отцы особенно, сказано, на косяках, на перекладинах, на вяжи, в знак на руку, говори об этом, и сказано, не возлюбили души свои даже до смерти. Потом, в Евангелии от Луки, 21 главе, сказано, еще такой совет дам, 28 стих, когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством, заботами житейскими, чтобы день тот не застиг вас внезапно. То есть, Господь говорит, готовьтесь, это будет очень неожиданно для мира всего, но для церкви это не будет неожиданностью. И в чем, какие есть опасности? Во-первых, Господь говорит, восклонитесь, то есть, выпрямитесь, голову поднимите на небеса, посмотрите на то избавление, что Господь скоро придет за нами, то есть, поверьте, думайте о вечном, о Божьем, и смотрите, чтобы вот это земное, житейское, которое дано нам на время, чтобы оно не помешало нам встретить с Господом, чтобы оно не помешало нам вечное возлюбить больше, чем временное. Ну, пьянство у нас нет такой проблемы, но житейские дела, заботы житейские, я думаю, это у проблемы и у каждого из нас есть. У нас так много этих житейских проблем, не только у тех, кто более состоятельный, даже у самого бедного у нас есть все житейские проблемы, и нам очень важно, чтобы они не помешали нам встретить Господа, ожидать нашего Господа. Вот почему в Евангелии от Матфея в этой же главе, где Господь говорит о признаках пришествия, Господь говорит в 42-м стихе «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Слово «бодрствовать», противоположное слово «бодрствовать» это «спать». Чем характерно состояние сна, что человек безразличен ко всему окружающему. Когда он спит, его не беспокоит все, что в округе, вокруг него. Наверное, и он, введя эту проблему, спустился вниз в трем и уснул, да, чтобы не видеть, не слышать, не рассуждать, не думать. А Господь говорит «Будьте бодрствующими, реально смотрите на вещи, ожидайте Господа, приготовьтесь ко встрече с Господом, эта встреча будет очень скоро, эту всю вечность мы где-то будем проводить». И вот к этой встрече надо быть очень готовы. То есть, не будьте поверхностны, то есть, живите в общении с Богом, нуждайтесь в Божьем откровении, в Божьем водительстве, чтобы не задаваться вопросом, ну, как понять волю Божию? Есть водительство Господне, и Господь, Он не скрывает волю свою. И последнее, братья, все это перед тем, как мы помолимся, я хотел бы обетований, которые Господь дает верным. Знаете, это обетование для меня очень приятное и утешительное. Я думаю, что и для вас оно тоже приятное. Книга Откровения, 3 глава, 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Вот Господь говорит, что с одной стороны, вот Слово Божие, это Слово терпения. Нам нужно много терпения, чтобы дождаться исполнения Слова Божия. И Господь говорит, не сомневайтесь, оно исполнится. И Господь дает такое обетование. Вот ты сохранил это Слово? Это послание Филадельфийской Церкви. Господь говорит, а вот тех, кто сохранили, и я сохраню тебя. Отгоди на искушение, которое придет на всю вселенную. Некоторые думают, что смогут где-то скрыться, в тайге, или еще где-то в лесу, или в каких-то странах. Господь говорит, нет, оно придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле, всех живущих на земле. И да поможет нам Господь сохранять верность в это последнее время, быть готовыми ко встрече с Господом. Аминь. Помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!